Всем привет, с вами Том, и в сегодняшнем видео мы будем с вами обустраивать радужную квартиру. Помните, я где-то в середине лета создавала радужную симочку РубиСпарк и говорила в том видео, что хотела бы сделать для нее еще такую же радужную квартиру, но, к сожалению, все это время у меня не было времени, в общем, ничего нового, все как и обычное, и более того, это время не появилось. Я просто отлыниваю от записи обзоров, нет, на самом деле, мне просто захотелось немножко отвлечься и развязаться, потому что три недели подряд записи обзоров, в перемешку с проходящими стримами, новостями, обзорами игр и прочим-прочим, в общем, я немножко устала и мне захотелось немножко разнообразия, поэтому вот я решила построить квартиру, но не переживайте, к обзору мы обязательно вернемся и, скорее всего, уже на следующей неделе. Квартира у меня получилась такая же вырвиглазная радужная, как и сама Симочка, я, кстати, оставлю ссылку, вдруг вы не видели или уже забыли, как она выглядит, потому что тут я кадров с ней почему-то не сняла, как она жила бы в этой квартире, поэтому ссылка на создание именно персонажа будет в описании. В общем, квартира очень разноцветная, в ней очень много дополнительного контента, начиная от различных покрытий напольных, настенных и прочее-прочее, заканчивая кучей дополнительного контента в плане декора, я не буду оставлять ссылки, потому что их тут реально очень сильно много и я уже просто половину даже не помню, когда что и где скачивала, так что вот так вот. Да, у нас квартирка небольшая, адрес вы ее видите на экране в левом верхнем углу, и комнаты я решила сделать в несколько маленьких, именно ванну с туалетом соединенной, плюс ее спальню совсем крохотную, и остальную всю зону сделать как квартира и студии, да, это называется, то есть свободная зона, разделенная немножко перегородками на прихожую, кухню и большой-большой зал с разными прочими инструментами. Ну, по поводу ванны вы уже видели, она у нас такая рубиновая, как Руби, и с различным тематическим милым декором, плюс немножко розового цвета, и мне очень нравятся там дельфинчики, я нашла их, когда искала контент для проекта в контрлоте, и там как бы сапфиршорсу, и у нее тема дельфинов, нашла такую картину с дельфинами. Мне кажется, она очень классная, и спальню сделала в итоге в голубоватых тонах, но тоже с акцентами всяких остальных цветов. Кровать я ей поставила односпальную, я долго думала насчет, может быть, все-таки двухспальную, потому что персонаж не подросток, персонаж уже молодой, то есть у него же могут быть какие-то отношения, вот, но я в итоге крутила-крутила, и поняла, что тут слишком мало места в этой комнате, растягивать вдоль мне ее не хотелось, то есть на еще одно окно, поэтому я пока поставила односпальную кровать, если вдруг я когда-нибудь решу ей поиграть, то, возможно, я с этим что-нибудь подумаю, а может быть и не подумаю, может она будет гордой девушкой-одиночкой, да, вот так вот, такое тоже иногда бывает. Ну и в целом комната такая, знаете, может быть, даже подростковая получилась за счет всех этих ярких цветов, вот, но она у меня такая немножко от себя девушка, и, кстати, там был большой классный радужный единорог, я подумала, что ей подойдет. Она, кстати, по характеру Руби вечное дитя, веселая и любительница клубов, клубной деятельности, так что я думаю, что на самом деле всякие игрушки в плане единорогов, и там еще несколько по квартире будет расставлено, вполне в ее духе она не сильно взрослая пока, даже если она уже, как бы, на ваше мнение взрослая по годкам, то в душе можно быть всегда молодым, например, как я, и иметь кучу паней дома, почему бы нет, и не только паней. Зону кухни и прихожей, как я уже сказала, я отделила просто перегородками, и также цветом выделила стены, ну и пол, соответственно, где-то местами. Получилось тоже немножко ярко-вервиглазно и в основном доп-контентом, но мне что-то хотелось вот именно такого, как хозяйка. И мне кажется, очень даже получилось. Кухня достаточно просторная для одного Сима, но я надеюсь, что тут будет удобно готовить, а прихожая достаточно скромненько, там буквально стоечка с зонтами, шкаф и все. Также мне очень понравился сет вот этот ярко-оранжевый, мне кажется, оранжевый хорошо подходит для кухни, у меня сама оранжевая кухня, как вы знаете, вот, и очень аппетитный цвет для кухни, поэтому я взяла за основу его, плюс с голубым, конечно, удачно сочетается, и всякого разного интересного мы еще сюда подобавляли. Хотя, на самом деле, такой персонаж, как Руби, скорее бы кушала просто на улице во всех этих многочисленных уличных киосках, мне кажется, она бы не очень хотела самостоятельно готовить, поэтому я ей, конечно, кухню сделала, но поставила там предусмотрительно микроволновку и кофеварку, так что, возможно, она тут будет в основном так что-то разогревать, и не то, чтобы прям сильно фанатить от готовки, но, тем не менее, раз уж место было, почему бы не сделать. Очень, кстати, классные сеты с прозрачным декором, в плане, там, мороженок, парфея, всяких коктейльчиков. Очень классный можно найти доп-контент на Тамблере, так что советую там иногда зависать. И остальная зона у нас, соответственно, получается как бы зал. Я уже упоминала, что Руби у нас любительница различной клубной деятельности, вообще девушка очень творческая, разносторонняя, поэтому я ей поставила и мольберт, и синтезатор, и беговую дорожку, на всякий случай, если она захочет чуть-чуть побегать и держать свою фигуру в форме. Вы помните по ролику с Руби, она там у меня в парке каталась на роликах, и все такое, я думаю, что ей это тоже не чуждо такое, ну, не то, чтобы прям спортивный образ жизни, но что-то такое. И, конечно же, зона с большим диваном, телевизором, консолью игровой. Мне тоже кажется, это необходимые атрибуты для подобного Сима, который много времени проводит в каких-то таких интересных развлечениях. Я, честно, без понятия, кем бы Руби могла работать, наверное, кем-то, что-то связанное с творчеством, скорее всего. Уж не знаю, там художник, не художник, может быть, что-то связанное даже с дизайном, вот, но мне хотелось чего-то именно яркого и такого позитивного, как и сам Перс. Поменяем, конечно же, освещение в квартире на более ламповое, ламповое, не такое белое и яркое. И я решила, кстати, в последний момент добавить еще нишу для шкафа выдвижного. Вообще, можно было бы, на самом деле, это чулан, по-моему, да, можно было бы, на самом деле, встроить еще более глубокий гардероб, в котором можно было бы делать другие интересные действия. Я не уверена, что в этом можно это делать. Вот, но он на четыре клетки, а этот на две. В общем, я решила сделать просто выдвижной шкаф, потому что мне не очень нравилась форма стены, и я не знала, чем заполнить к самой главной эту стену. И добавила еще вот такой высоченный шкаф. И за времен года я до этого никуда его не добавляла, потому что он рассчитан на высокие стены, а я обычно дома строю с низкими или средними максимум стенами, а он такой реально высоченный. А тут как раз в квартире высокие потолки. И, кстати, высокие потолки сыграли со мной злую шутку, потому что надо было чем-то заполнить вверх над дверями. Там оставалось очень много пустого места, там, где нету окошек. И я в итоге взяла тоже декор из времен года. И вот такая квартира получилась. Мне, кажется, она замечательно подходит персонажу. Такая же, как я уже говорила, вырвиглазно-разноцветная, полностью хаотичная. Но я считаю, что это можно счесть за творческий беспорядок и творческую личность, в которой реально все такое вокруг разноцветное и разнообразное. Чтобы она могла всегда подпитываться этой позитивной энергией своего окружения. Ну, а вам, я надеюсь, было тоже посмотреть интересно этот ролик. Надеюсь, что я вообще не зря занималась его съемкой и монтажом. Ссылочку на КАЗ по персонажу я, как уже говорила, оставлю в описании. И всем до встречи в следующих роликах. С вами была Тома. Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!